Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита. Давайте тогда сейчас я вашу планировку открою. Очень она мне понравилась. С ней можно сделать интересненько. Кто будет жить в квартире? Для кого она? Двое взрослых, мама и папа, и двое детей непогодки. Нужно как-то максимально сделать им пространство для того, чтобы они могли в нем мирно сосуществовать. Хорошо. Есть, может быть, специфичные предметы? Может быть, спортом занимаетесь? На данный момент два запроса. Мне бы хотелось, чтобы у детей появилась светская стенка. И второе. Мне бы очень хотелось, чтобы у меня в гостинице появился шкаф. У меня есть коллекция посуды. Это императорский фарфур. А так, если сейчас стоит по каким-то полкам, это особенно не видно. Может быть, отдельный какой-то серван большой. Опять же, это дети. Мне бы не хотелось, чтобы это было очень сильно открыто. Ну и прятать мне это не хочется. Про посуду. Можно, например, на кухне в антресольной части сделать верхние шкафы. А если ее сделать стеклянной и как раз туда расстаивать всю посуду, у вас она и задействована, и функциональна, и подсветочку включили, все красиво, все видно, но в то же время дети туда вообще не достанут. Давайте тогда сейчас пройдемся по планировке, какие есть плюсы и минусы. Несколько вариантов расскажем. Мы заходим. У нас, в принципе, нет так много места для хранения у входа. То есть все-таки 4 человека. Необходимо зайти, раздеться, разуться. Где-то это надо сделать. Вот. Здесь у нас есть место подстроенный шкаф. В принципе, здесь хорошо подойдет шкаф. Есть такие, у которых внизу, скажем так, пусто, вот как ниша. Туда можно обувь, например, прятать. То есть у вас обувь будет под шкафом стоять, чтобы не тратить место под отдельные обувницы какие-то. А мы можем оставить, вот, например, я понимаю, что, наверное, это очень безумно, но мы можем убрать их сюда, они польют и перенести его, например, в другое место. Возможно, если вот это помещение, оно идет по плану БТИ, как это постирочное или вот именно хоз помещение, пока без замера это сложно сказать, но как вариант можно держать в голове, что, возможно, получится, например, здесь делать гостевой санузел, а, например, от вот этого полностью отказаться. Хотя, когда четыре человека, я бы советовала все-таки, чтобы было два санузла, потому что пока дети маленькие, сейчас вот года через четыре начнется по утрам битва, кто первый пойдет умываться и так далее. Поэтому, например, вечером вы захотели расслабиться, а муж по-быстрому в душ сходил и все. Поэтому и никто никого не держит. Опять же, душевая кабина, это удобно, не знаю, есть домашние животные или будут, например. Да, у меня кот и собака. Вот, их очень удобно мыть в душевой. Но что можно сделать, опять же, чтобы увеличить место хранения в коридоре? Вот здесь как раз место, куда я говорила, можно попробовать поставить унитаз и сделать гостевой санузел, а можно его использовать как хранение у входа. Вот, рядом с коридором это удобно, там какие-то сезонные вещи, плюс здесь еще поместятся всякие пылесосы, робот-пылесос, швабр. А по комнатам, наверное, здесь я бы вот в этой комнате разместила спальню. В принципе, можно вообще, например, у спальни вот эту перегородку сюда поставить, и дети сюда вообще заходить не будут. То есть, это будет именно ваш санузел дальше по кухне-гостиной. Кухня-гостиная, она вообще, в принципе, достаточно хорошей формы. Мне нравится, что она находится рядом с обходом, нет никаких коридоров. Как бы ни казалось, что мы живем там только своей семьей, она все равно делится на частную зону и общественную, скажем так. То есть, пришли гости, они куда идут? Они идут в гостину, они не должны проходить через спальню. Во-первых, здесь хорошо, что есть два окна, и вот это окно, оно не мешает расположить кухню. То есть, кухня здесь, она встанет, либо прямая, либо эго-образная. Здесь разместится и обеденный стол, зона именно гостиная. По вот этим комнатам, здесь есть два варианта, которые я сразу вижу. Вот так разделить, то есть, у нас вот так отделяется. У нас получается одна комната и вторая, они будут примерно по 10 квадратных метров. Каждая. Ну, не то, что одна гардеробная в комнате у другого. А вот именно здесь у них будет она общая, но она стоит не у кого-то в комнате. Либо второй вариант есть, если, например, дети нормально относятся к тому, что их поселить в одну комнату, но с зонированием. Мы вот эту комнату отдаем примерно вот так кухне-гостиной. Мы делаем большую кухню-гостиную, ставим шикарный диван. Это такое будет место притяжения всей семьи, когда все собрались сначала за столом, потом сели на большой диван. А вот так, получается, проведем стену. И здесь будет уже большая одна детская и, например, с перегородкой посередине где-то, но это уже надо по размерам посмотреть, чтобы кровати встали. То есть, чтобы перегородка зонировала одну кровать, вторую, или там диванчик какой-то. И, то есть, комната будет общая, но в то же время у каждого будет свое место. Отлично. Все, спасибо большое. Первые вопросы, которые у меня были, вы закрыли на данный момент. Тогда наш менеджер с вами свяжется. Все, до свидания. До свидания, все доброе. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»!